Андрей Владимирович, когда вам предложили возглавить «Авангард», вы согласились не раздумывая, попросили время на раздумье, и были ли еще какие-то параллельные предложения? Ну, наверное, начнем с того, что говорить о том, что было какие-то предложения, наверное, сейчас не имеет смысла. Ну, а когда предложили возглавить «Авангард», ну, конечно, было такое чувство, немножко так, как, не знаю, даже правильно сказать, ну, понятно, что, ну, какой-то такой, ну, такого подъема, да, что, ну, в общем-то, такой клуб предлагает должность главного тренера, поэтому, естественно, я, конечно, ну, с воодушевлением воспринял его. Сейчас идет этап знакомства с командой, вот сегодня была четвертая, по-моему, тренировка, тем не менее, я думаю, что с многими ребятами вы уже знакомы. Как вот оцените состав «Авангарда» и кого, на ваш взгляд, клуб точно не должен потерять? Ну, на самом деле, я не сильно много лично знаю здесь ребят, да, я вместе тренировал я Меньшика Виталя, да, я работал вместе с Михаилом Григорием еще в Нижнем Новгороде, а так, в принципе, с ребятами, ну, конечно, я их знаю, но личным знаком не был. Поэтому, ну, сегодня была третья тренировка на льду, третья тренировка на льду, в принципе, сейчас, на сегодняшний день, еще раз говорю, задача познакомиться с ребятами. Ребята две недели не тренировались, поэтому понятно, что по первым тренировкам, ну, сложно какие-то моменты оценивать, поэтому мы вот эту неделю ребятам даем более индивидуальные такие задания, да, работаем в тренажерном зале, а уже с понедельника, наверное, будем, скажем так, пристальнее смотреть именно на те моменты, которые мы хотим видеть. Ну, тогда так спрошу, кого тренеру Андрею Скобелке в этом авангарде не хватает? Можно по позициям, а можно и по персоналям. Вот есть ли такие игроки, которых вы вот прям точно хотели бы видеть в клубе? Ну, я вам, наверное, по фамилиям не скажу, но я скажу, что это должны быть игроки в первое-второе звено. Естественно, я бы хотел, я уже руководство об этом обозначил, то, что, конечно, я бы хотел легионерскую тройку тоже видеть в команде, да, то есть не знаю, как у нас это получится сделать, потому что у нас легионерская позиция – это вратарская, у нас два защитника подписаны, но, в принципе, клуб может иметь в составе шесть иностранцев. Не знаю, по какому пути мы пойдем, но, наверное, это было бы хорошим решением. Когда-то в авангарде была чешская, да, тройка? Ну, это есть неважно, чешская, но легионерская. Легионерская, которая была бы лидером на лидирующих позициях, да, которая была бы лидерами, которая бы набирала очки, то есть, ну, скажем так, именно соответствовала статусу легионеров. А российская такой тройкой быть не может? Может, конечно. Магнитогорский металлург не будет? Конечно, может. Я поэтому говорю, ну, две должно быть минимум, да, первые две тройки, это, конечно, они должны быть лидеры. Я считаю, что все должны быть лидерами, да, и третья, четвертая, то есть я сторонник того, чтобы, ну, все четыре были, скажем так, боеспособны, да, чтобы не было такого разделения, что четвертая – это как бы есть четвертая. Для меня, на самом деле, четвертая – это по выходу она может быть. В принципе, мне бы хотелось, чтобы уровень, скажем, четвертой линии, да, которая выходит четвертыми, она бы не намного была слабее, чем, скажем, первая, вторая, там, или третья. Вратарскую позицию стоит укрепить? Ну, здесь сложно сказать. Конечно, Доминик, наверное, запомнился болельщиками хорошими играми, да, то есть он уже здесь достаточно времени провел, в принципе, он молодым приехал, неплохо себя проявил. Если откровенно, но мы, наверное, размышляем над этой позицией, потому что, конечно, вратарская – это на сегодняшний день в современном хоккее, наверное, все-таки одна из таких ключевых позиций. Поэтому пока мы размышляем, наверное, по этому поводу. Вы тренер, который доверяет молодежи и даже порой делает на нее ставку. Себе в авангарде изменять не будете? И кого, может быть, из молодых могли бы, ну, и таким авансом выделить? Ну, наверное, пока преждевременно кого-то выделять, но я ребятам сказал уже и сейчас могу сказать, что, в принципе, наверное, мне не сильно важно, молодой это или взрослый хоккеист, да. Мне важно, чтобы эти ребята, которые выходят на лед, они, ну, скажем, соответствовали тем требованиям, которые предъявляются, были душой с командой, то есть, да, за команду там стояли, да, как бы, горой. И, в общем-то, были такие мобильными, да, то есть, чтобы у нас каждый был лидер. Это важно. Ну, понятно, что здесь много молодых ребят, да, и перед тем, как подписывать контракты в процессе обсуждения, понятно, мы затрагивали тему молодых, потому что достаточно воспитанников местных своих, да, которые играют в других командах. Поэтому, конечно, хотелось бы всем видеть этих ребят в составе, но, опять же, это все зависит от них. Если, конечно, шансы они получат многие, да, но воспользуются они им или нет, это уже будет зависеть от них. То есть, в принципе, вы не против вернуть кого-то из омских воспитанников в клуб, которые, ну, ребят, которые сейчас... Я, конечно, конечно, конечно. Вы, будучи игроком, становились чемпионом, брали трофеи уже, став наставником. В Сибирь, придя в первый же сезон, сделали ее бронзовым призером КХЛ. Это я к тому, что вам зачастую раскатка не нужна, да и с амбициями все в порядке. На Кубок Гагарина или на финал конференции в первом сезоне прицел? Ну, давайте, наверное, не будем говорить какие-то, да, именно какие-то планки ставить. Понятно, что команда «Авангард», да, стремится в каждом сезоне к высшим, да, к высшим достижениям. Поэтому, естественно, мы будем это стараться делать. Это без сомнений. В предыдущем сезоне наставник, придя, сказал, что не-не, как бы пока выигрывать чемпионат рано. Я знаю, что вы тренер амбициозный. Каждый хочет, наверное, выиграть. Поверьте, я сделаю все, что от меня зависит. Поэтому, конечно. То есть, в принципе, ну так аккуратно, но цели... Планка не опускается. Ну нет, конечно. Но как можно в «Авангарде» опускать планку? Нет, конечно. Я знаю, что вы активно читал, да, много, активно занимаетесь спортом, даже во время отпуска посещаете тренажерный зал. Можно ли говорить, что теперь у всех игроков «Авангарда» с физикой точно будет все в порядке? К тому же, знаешь, что вы приверженец силового хоккея? Или все-таки не только на мощь будете делать ставку? Нет, на самом деле, здесь крепкие ребята. У них, наверное, с физикой проблем не было и до меня. Ну, на самом деле, еще раз говорю, я хочу, чтобы команда была мобильная, быстрая, играла в такой, в агрессивный хоккей. Это не значит, что она должна там без шайбы что-то кого-то там, да, бить, бежать. Именно, чтобы она была агрессивная с шайбой, чтобы она была агрессивная без шайбы. То есть, ну, сами каноны игры они диктуют, да, это тем более хоккей. Это хоккей, это здесь постоянно должна быть борьба, постоянно должно быть столкновение, то есть, страсть, желание – это самое главное. Найдутся эксперты, да и болельщиков много, и журналистов, кто с этим согласится. Авангарду нужен жесткий тренер, ну, такой, как Андрейская Белка, например. Сами себя жестким считаете, и как планируете, если такие моменты будут встряхивать команду? Вот планшетки в стену в клубе уже летали, кулеров пока не было, или теперь другие методы? Ну, вы знаете, все же зависит от ситуации. Ну, что такое жесткий тренер? Есть просто требования, есть требования, которые, ну, в принципе, все должны выполнять. Если они выполняются, зачем быть жестким тренером? В чем вы? Как в случае необходимости докричаться, достучаться? Ну, все же зависит от ситуации. Я вам сейчас не могу сказать, да, будет такая ситуация, я сделаю тот. Ведь все же иногда бывает, ну, как спонтанно, да, как-то… Ну, вы себя жестким не считаете, или? Ну, вы знаете, я могу сказать, что мне самому себя сложно оценивать, но, в принципе, наверное, я какие-то… Я знаю, наверное, чего я хочу, и мне очень важно, чтобы мы все вместе с командой были, скажем, на одной волне. Ну, естественно, если не всегда это получается, ну, иногда тогда бывают, наверное, какие-то моменты, где приходится, приходится к каким-то прибегать. А в принципе, в принципе, еще раз говорю, ну, мне сложно себя оценивать. Мне кажется, все зависит от ситуации. Омских болельщиков многие из экс-наставников «Авангарда» называли понимающими, ценящими и разбирающимися в хоккее. Для Андрея Скобелки отношение с болельщиками что-то особое или главная игра, а что хотят, думают болельщики, не так важно? Нет, конечно, важно, что мы же для болельщиков играем, что значит, мы же не где-то там… Нет, конечно, очень важно, очень важно. Мне очень нравилась обстановка и в городе, и на стадионе в Новосибирске. Это было здорово, то есть мы были одним целым, да, команда, болельщики, то есть, поэтому это важно. Очень важно, я очень ценю вот эту и поддержку, которую болельщики оказывают. И, естественно, мы тоже хотим быть с болельщиками вместе. То есть встречаться с ними, с фанатами, с болельщиками готовы? Ну, абсолютно, но в первую очередь, конечно, показывать ту игру, да, ради которой болельщики приходят на стадион и поддерживают команду. Вы как-то делились впечатлениями от посещения футбольного матча Лиги Чемпионов. На ваш взгляд, не стоит ли сделать хоккейные стадионы более вместительными? Или не будет такого интереса, как футбол, и не пойдут не заполнить трибуны болельщики? Ну, наверное, в каждом регионе по-разному. Мне сложно, ведь в НХЛ же по 18-20 тысяч приходят, собирают. Там проблем нету с этим, поэтому мне сложно сказать, честно. Ну, во многих регионах России, да, даже в моем родном Минске 15 тысяч, да, практически. Это хороший пример. А есть города, где пятитысячники только-только кое-как собирают. Вот с чем, на ваш взгляд, связано? Не ту игру показывают? Или просто хоккей не так популярен, как футбол, не знаю? Ну, честно, мне сложно. Я говорю, здесь от региона зависит, во-первых, да. Во-вторых, наверное, все-таки зависят какой-то еще и маркетинговые службы. Наверное, не надо все связывать с игрой команды, да. Просто иногда руководители говорят, ну, вот команда играет, болельщики идут. Зачастую бывает не так, да. Команда играет, а болельщики все равно не идут. Значит, наверное, к руководству вопросы. Наверное, надо каким-то образом привлекать на трибуны, наверное, создавать какие-то, ну, помимо хоккея где-то, чем-то завлекать на трибуны болельщиков. А чем помимо хоккея предпочитает заниматься Андрей Скобелко? Как переключается с хоккея или чем отвлекает себя от него? По-разному, опять же, бывает. Смотря со мной, моя семья или нет. Если со мной, то, ну, конечно, находим какие-то моменты. Выйти, когда-нибудь, в театр, не знаю, в кино, там, фильм посмотреть. А если один, ну, наверное, все-таки это больше завязано все-таки вокруг работы. Все равно приходишь домой, все равно мысли... Пересматриваете матчи? Ну, да, бывает по-разному. Поэтому, ну, так, книги читаем, там, говорю, по-разному. Говоря о фильмах, вот какие предпочитаете и какую кухню любите? Ну, кухню однозначно итальянскую. Мне очень она нравится. А призначная почему? Ну, не знаю, почему-то вот как-то пришло последние пять лет, и я летом бываю в Италии, в отпуске. Мне очень нравится, скажем так, может быть, не итальянская, а среднеземноморская. Паста, ризотто, бицца. Да, да, я, в принципе, мне очень нравятся эти рыбные продукты. А фильмы, жанры фильмы? Опять же, под настроение, под настроение. Иногда хочется пересмотреть какие-то фильмы. Старые, с детства? И с детства очень. Иногда даже, когда переключаешь советские фильмы про партийных работников, на самом деле, и там, сейчас можно по-разному говорить, но там такие все вещи, направленные на организацию, если мы говорим про каких-то, про директоров, там иногда бывает про еще, про что-то, про учителей, то есть там такая идет, ну, мотивационного очень много момента, да, в старых фильмах. Иногда просто легкое какое-то хочется кино посмотреть. Ну, по-разному, по настроению, на самом деле. Если вот об отдыхе уточню, позволю себе, какой город предпочитаете? И этот отдых тоже активный или он такой релаксовый? Нет, активный. От релакса мы уже давно отошли с супругой. У нас, в принципе, уже дети взрослые. Сыну 24 года, дочке 18, и поэтому мы ездим отдыхать уже вдвоем. Поэтому нам нравится... Это север, юг Италии, побережье? Везде. Выбираем, просто куда-то хочется поехать, где не были. Последние, я же еще раз говорю, пять лет. Поэтому мы, у нас активно, у нас, мы, ну, если для примера, в последнем мы посетили пять деревень. Знаете, такой, то есть, в Италии есть такое, у них в ЮНЕСКО внесено пять деревень, они так, на таких, на скалах, что ли. И чтобы все их пройти, то надо вот так, по горам, по горам, по горам, да. То есть, можно, конечно, проехать на электричке за полчаса. Это не то. Нет, а можно часов шесть мы шли или пять. То есть, рюкзачок и пошли. Ну, опять же, так к тому, что, ну, нам нравится этот отдых активный, поэтому нет. Ну, да, это не прогулки по центру Милана там. Нет, это тоже, это тоже интересно. Это тоже интересно. Но это не тот отдых, скажем так, когда были дети маленькие и ездили, например, в Турцию, да. Дети, детей развлекают, мы лежим, мы лежим, нет. Сейчас это совсем другой отдых, поэтому активно. Оценивая свой переезд в Новосибирск, вы говорили, город большой, но при этом уютный. А что можете сказать об Омске? И не планируете ли перевозить сюда свою семью? Ведь, например, для сына есть клуб, для дочери спортивный вуз. Нет, ну, про город мне сложно сейчас что-то сказать. Я, на самом деле, я в Омске бывал, бываю каждый год, бывал каждый год, ну, по несколько раз, но, в принципе, все ограничилось в гостинице, дворец. Раньше был старый, СКК, Гленово, да, по-моему, давно назывался? Да, СКК Гленово. Сейчас это новый, современный. Но, на самом деле, пока ничего не изменилось. Живу я, на самом деле, сейчас на базе «Авангарда» и езжу на работу во дворец, пока не удалось посмотреть. Ну, в принципе, не знаю, пока не могу поделиться. Ну, контракт 2 плюс 1, тем не менее, семью перевозить не планируется. Почему? Супругу, я же сказал, у нас дети выросли, и поэтому супруга уже со мной всегда. В Сибгуф дочь переводить тоже не хотите? Нет, ну, да, дочь у меня учится, в Нинске нет дочи. Ну, она будет приезжать, она в Новосибирск приезжала, поэтому... Если говорить о Сыне, в принципе, вот он пробился в состав Сибири, в «Авангард», как считаете, сможет? Ну, вы знаете, рано еще об этом говорить. Я думаю, у него как бы своя дорога, он находит себя потихонечку, поэтому я думаю, что у него все будет хорошо. Ну, про «Авангард», я думаю, что говорить не стоит. Андрей Владимирович, ну, и в завершение такой вопрос. Вот недавняя инициатива НХЛ о запрете поездки на Олимпийские игры игроков. На ваш взгляд, вот то, что в Корею не поедут топовые мировые игроки, от этого игры, организаторы, болельщики потеряют? Или, в принципе, нет ничего в этом такого? И, с другой стороны, шанс для игроков в КХЛ и национальных чемпионатов себя проявить? Ну, на мой взгляд, конечно, в зрелищности это потеряют. Все равно мы знаем игроков, да, игроков, личности, которые играют в НХЛ. И, естественно, что это, наверное, тоже будет напряженный, увлекательный, с какими-то, со своими закрутками, да, с неожиданностями какими-то. Потому что, в принципе, на таких турнирах, наверное, могут быть неожиданности, когда команда, которая, на нее никто не надеется, в принципе, она может выстрелить. Ну, все равно, я думаю, наверное, все-таки в зрелищности, ну, немного потеряет, немного потеряет. Ну, это как? Ну, это бизнес, потому что, да? То есть, или, может быть, это пока некий шантаж и потом ситуация... Ну, я надеюсь, что все-таки это, наверное, что руководство НХЛ все-таки отпустит игроков на Олимпиаду. Мне кажется, это будет правильно. Ну, и в завершении, уже совсем, вот все-таки, если говорить в целом о вашем назначении, для вас это очередной шаг в жизни или это ступень вверх? Как могли бы оценить? Ну, и то, и другое. И то, и другое. Конечно, это вызов, это такой серьезный вызов, который, ну, мне очень интересен. И еще раз говорила, волнители, но, тем не менее, я с нетерпением жду начала сезона. Мы тоже вместе с болельщиками ждем с нетерпением. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наш вопрос. Спасибо.